ребята всем привет меня зовут жанна казанская и в этом ролике мы учимся с вами решать задания на закон харди вайнберга а также мы пройдем сам закон поскольку теперь он нужен нам на егэ задание впервые появилась демо версии 2024 года егэ по биологии в номере 27 наряду с биосинтезом и наряду с заданием на расчет набор хромосом и днк в методе миозе и так давайте зачитаем текст задания потом разберем закон в популяции растений ночной красавицы из 150 особей шесть растений имеют ярко красную окраску венчика рассчитайте частоты аллели красной и белой краски в популяции а также частоты всех возможных генотипов если известно что популяция находится в равновесии харди вайнберга ответ поясните здесь на самом деле у нас есть отсылка к задачам по генетике когда мы проходим один из типов задач по генетике неполное доминирование мы с вами говорим о том что у ночной красавицы красный цвет это а большое а большое доминантная гомозигота красный а малая малая это белый цвет а а большое а малая будет розовый мы это должны с вами знать и из курса по генетике когда мы учимся решать все типы генетических задач если вы этого не знаете или не умеете решать генетику то я советую вам перейти сейчас по qr-коду который здесь изображен и забрать файлик по генетике со всеми типами генетических задач там также и задача на неполное доминирование да и вы можете просмотреть увидеть этот тип и узнать что гетерозиготы в данном случае они будут отличаться по внешним признакам по фенотипу до красный белый и розовый вот лежит файл в моем открытом телеграм-канале канал ежанчиков обязательно подписывайтесь и забирайте файл и следите за всеми обновлениями там будет еще много полезного и так возвращаемся к нашей задачи что же это за закон да во первых мы должны с вами знать формулу для этого закона чтобы решить эту задачу закон харди вайнберга гласит о том что в идеальной популяции существует постоянное соотношение относительных частот аллелей и генотипов и у нас есть вот такая вот формула да где нам пока ничего не понятно но мы видим с вами что у нас раскрывается квадрат суммы да вот здесь вот п плюс q в квадрате по формуле которую мы все знаем из курса по математике п в квадрате 2п q q в квадрате и это все мы видим с вами что у нас равно единице и так давайте посмотрим что это за обозначение п эта частота встречаемости аллеля а в популяции да именно доминантного аллеля а большое это вот само значение п q частота встречаемости аллеля а малая то есть рецессивного аллеля p в квадрате вот это п в квадрате да это частота встречаемости генотипа а То есть доминантной гомозиготы. Вот она даже вот здесь индексом нам показана. Q в квадрате, соответственно, это частота встречаемости генотипа амалая-амалая. То есть вот таких вот особей. Соответственно, мы здесь сталкиваемся с каким-то понятием идеальной популяции. Что это за идеальная популяция? Что за условия ее существования? На самом деле таких популяций не существует, естественно, в природе. Но если бы у нас с вами сохранялись вот эти идеальные условия, то тогда идеальная популяция была бы с большим количеством особей, которые свободно скрещиваются, где не происходит мутационного процесса, не возникают новые гены, не меняются они, нет миграции особей, то есть особи не покидают эту популяцию и не возвращаются обратно из других популяций, и отсутствует естественный отбор. Ну, искусственный человеком тоже, да? Тогда у нас с вами в такой популяции будет вот работать этот закон, и мы можем вычислить, сколько в популяции у нас, например, доминантных гомозегот, да, а большое-большое, рецессивных гомозегот, амалая-амалая и так далее, зная частоту встречаемости аллеля А большое или частоту встречаемости аллеля А малая. Сейчас мы будем с вами работать непосредственно с этой формулой, да, давайте вернемся к заданию. Нам дано, что в популяции растений ночной красавицы из 150 особей 6 растений имеют ярко-красную окраску. Ярко-красная окраска венчика, да, в случае неполного доминирования, ярко-красный окрас будут иметь только вот эти особи. То есть мы должны понимать, что А большое-А большое, красный цвет, это в нашей формуле, вот здесь вот, будут вот эти особи. П в квадрате, да, А большое-А большое. И мы знаем с вами из условия задач, что это 6 из 150 особей. То есть я могу записать что? Я могу записать П в квадрате, это 6 из 150. Давайте переведем в десятичную дробь. Это будет 0,04. Калькулятор нам теперь можно на ЕГЭ по биологии, наконец-то. Теперь мы можем это вычислять даже с помощью калькулятора. Итак, мы знаем, что П в квадрате это 0,04. Подпишем, что это такое. Это частота встречаемости особей с генотипом А большое-А большое, то есть доминантный гомозегот, и фенотипом красная окраска. Окраска венчика. Дальше. Дальше мы с вами можем вычислить П. Отсюда следует, что П будет равно, если П в квадрате 0,04, значит, П это 0,2. Что это такое? Это частота встречаемости. Мы даже с вами, когда раскрывали формулу, говорили П частота встречаемости аллеля А большое. Мы с вами это как раз и пишем здесь. А большое в популяции. В популяции. Дальше. Здесь еще важный момент, ребят, что по этой формуле у нас П плюс К в квадрате, это равно единице. То есть мы можем написать как П плюс К в квадрате, уберем индексы пока, равно единице. Квадрат какого числа равен единице? Квадрат единицы. То есть П плюс К сумма, это и есть единица. Единица в квадрате, это будет единица. Из этого мы с вами должны записать дальше. П плюс Ку равно единице. Но это и логично. То есть вероятность встречи вот этого аллеля, допустим, там у нас будет сейчас 0,3. Тогда вероятность встречи другого аллеля должна быть 0,7. Потому что всего два аллеля. Вся их совокупность, это будет все 100%, то есть единица. Соответственно, если одного 0,3, например, другого 0,7. Если одного 0,4, другого 0,6. И так далее. И мы знаем, из этого следует, что Ку будет равно единица минус П. П мы знаем, 0,2. То есть Ку равно 0,8. Единица минус 0,2, 0,8. Еще раз пропишем, что такое Ку. Частота встречаемости рецессивного аллеля. Встречаемости аллеля А малая в популяции. Теперь мы знаем с вами частоту встречаемости одного аллеля, П, и другого аллеля. Вот она, Ку. Да? Мы можем вычислить, П в квадрате мы и так уже знаем, вот он 0,04. Нам надо вычислить, что такое Ку в квадрате. Да? Потому что нас просят вычислить частоту встречаемости красных цветков, белых цветков. Да? Ку в квадрате, это как раз будет частота встречаемости белых цветков. А малая, а малая, как мы с вами договорились ранее, вот здесь вот, это как раз будет белый цвет. Да? Соответственно, я возвращаюсь сюда и пишу Ку в квадрате. Это будет 0,8 в квадрате, то есть 0,64. И обязательно подписываю частота встречаемости особей с генотипом. Получается, это рецессивные гомозиготы, а малая, а малая и белым окрасом. Белым окрасом. И нам нужно с вами еще также вычислить третий фенотип у нас есть. Это розовый, это гетерозиготы. Мы их тоже можем вычислить. По формуле у нас с вами это будут вот эти особи. Вот они как раз гетерозиготы, а большое, а малая. И это формула 2ПКу. То есть вероятность гетерозигот в популяции будет именно такая. Частота. Возвращаемся и пишу. Значит, 2ПКу равно 2 умножить, П я знаю, 0,2. Ку тоже знаю, 0,8. 0,2 на 0,8 это 16 сотых и на 2 32 сотых. Равно 0,32. Что это такое? Это частота встречаемости особей с генотипом А большое, а малая и розовым окрасом. Все. Вот так вот решаются наши задачи. Сейчас я покажу вам ответ. У нас с вами как раз все есть. Может быть мы не в такой последовательности вычисляли, да? Мы сначала вычислили с вами, вот здесь мы поменяли местами, белую окраску, то есть Ку в квадрате, затем розовую окраску. А большое, а малая, да? 2ПКу. Вот. Но в любом случае мы с вами все решили и заработали за это задание 3 балла. Напоминаю вам, что файликс со всеми типами задач по генетике будет вас ждать в моем открытом телеграм-канале, который вы можете найти по поиску канал Ежанчиков, либо наведя телефон на вот этот QR-код. Там будет вот такой файл со всеми типами задач, которые вам могут встретиться в номере 28. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Пока!